всем привет сегодня обзор очередной японской катушки у нас дайвазилион твс 1016 вот такая замечательная катушенцы много про нее разговоров много людей и хвалят начну по эргономике катушка достаточно компактная 1 месяца хорошо катушки системы твс я при нажимании клавиши глазок откидывается и расширять свое окошко то такое что-то нужно кто-то говорит что нет я честно говоря считают лишние волна как ты вовремя по моему мнению система твс лишнее потому что все мои наблюдения относительно увеличение дальности запросов с увеличением диаметра глазка с увеличением вот этого расстояния от шпули то глазка старт склонностью глазка на самом деле ничего особого то влияния не указывает почему потому что значит когда шпуля раскручивается на правильно настроенном тормоза у вас никакого натяжения лески в ну без улеска и глазком его нет пуля крутится с той же скоростью который летит приманка и никакого прям натяжение нет а если же вам дальний заброс не требуется то какая вообще разница я что-то лишнее усложнение конструкции в минус записывать не буду сделали сделали еще рукоятка рукоятка похоже на 90 ну то есть удобно удобно я ничем нигде не цепляюсь потому что с моими руками бывает такое что я когда вращаю вот если мой маленькая рукоятка я указательным пальцем вот об это место задеваю этом концу дня у меня может здесь набитывать это место не очень приятно конечно плавность хода ты хрен не знаю что каждый раз обсуждаю все хорошо хорошо мягенько крутится проблем нет пластиковая звезда фрикциона ну пластиковая пластиковая клик приятные и затягиваем на максимум расслабляется достаточно легко еще звезда принципе и не мешает уже время удобно большая такая гаечка вот к нему под регулировка всего разный звук и в зависимости от того что мы затягиваем это эти техники если расслабляем громкий прикольно дайвовский mac force не за z и или какой-то мужчин с подвижным индуктором ли кто же приятный сразу очевидно если на максимум поставить что катушка тормозит тормоз эффективный очень ну и когда его принципе не отличается неэффективностью магнитного тормоза имею ввиду с mac force посмотрим что там у нас внутри поворачиваем винтик и вскрываем боковину катушки открываем боковину начну вот наш любимый mac force здесь стоит одна пружинка пружинка мягкая пуля 1016 неглубокая но при ее диаметре шнура достаточно нормально влезает вот ось короткая и что радует есть подшипник на шпуле подшипник в металлической обойме такой размер не знаю загуглите вот до вилка осевого тормоза плоская очень странно почему обычно на обушках там например она конусная есть плоская довилка смазана шпуле на место шпуле не тяжелая даже со шнуром не тяжелая легкая достаточно вот я бы например если вы себе брал катушку в этом же корпусе я взял бы шпулю поглубже если есть такая возможность у как тонко штором практически не пользуюсь но опять же в руке катушка лисит достаточно удобно скажем так это никакой не какие-то там супер маленькие супер удобные катушки ну вполне нормально но этой как бы щечки присутствуют но не такие адовые как на старых шаманах сама там прям щека такая что вот вот таким образом катушку не взять только вот только вот так то здесь удобно ничего попробуем популять так смонтировал я катушку на уточке мейджор графт века у кросс 82 длина 8 футов 2 дюйма 1050 с двух с половиной по я на уточке написано что мне перед темы тестирования мне многие высказывают почему ты бросаешь только грузик бросай с приманкой а зачем вам информация заброс приманка что будьте такую же приманку искать что изменит вы думаете мне сложно повесить приманку с приманкой забросить о чем мы о чем это скажут надо каждый раз одну и ту же приманку вешать чтобы понимать результат я специально использую одно и то же удилище специально использую один и тот же грузик чтобы все результаты можно было сравнить а если использовать каждый раз все разное никакой систематичности речи быть не может так волна закончится продолжу вопрос которыми стоит почему я не бросаю воблеры все очень просто любые современные качественные катушки нормально справляются заброса воблеров это вообще никакой проблемы нет вот я вам докажу у меня резиновая приманка без грузика это три с половиной или 375 375 вот давай зелен тормоза на четверке этим кадром делаю запрос то есть любой воблер просит гораздо в сеть и улетела метров наверное на 15 иванка грамма 2 весит от силы ни свинца ничего на ней нет не верите вот она даже тонуть будет плохо то есть тонет она вообще не тонет никакого свинца ничего нет любая катушка нормально забросит воблер поэтому я не вижу смысла проверять качество катушек забрасывая воблера вот и все восстанавливаем систематичность наших тестов 28 грамм triple cross да и возили он 1016 положение так и оставлю на четверки смотрим что нам скажет да его по дальности никогда особо вопроса по дальности не было все четверка на тормозах легкий заброс чувствуется легенький передормоз улетела очень хорошо прям очень хорошо улетела попробуем поставить троечку легкий не сильно вкладывался заброс никакой бороды так по тройке вообще перед передормоза не ощущается улетела еще дальше и даже не вижу куда пусть очень хорошо улетела так двойка я как-то имел опыт статулы не был такой момент что шпуля не как на зелене шпуле вывешено в двух местах то есть в одной крышке подшипник и в другой крышке подшипник на самой школе подшипников нет если она при забросе таких приманок она орала силен не орет даже не думают этого делать а то полинать не помню какой там был вопрос я выставлял единичку на рыбалке вся рыба ловил так двоечка так двоечка никакого передормоза не ощущается летит пушка это просто пушка никакой шуманы не снилось ребят с тех шуманы что я пробовал настолько легко и катушка справляется прям замечательно я только словно четверки бросал пустую резину палки до 50 сейчас я бросаю грузик никаких проблем улетаю просто в космос учитывая то усилия которые я прилагаю то есть сманометание он тоже хорошо бросала на легкую забросила ребята дай его делать вещи давайте еще поменьше поставил единичка единичка на макфорсе опять никакого перетормоза легкий заброс летит просто в космос я не знаю это до хрена тут шнур полторашка видите просто охренеть давайте опробуем 0 рискнем да уж выражает вот эта легкость заброса этих катушек дайовских наизе приманку поставить возможно там на нуле бросать не получится на вам бросить единицы но возможности самой катушки построен тормозная система грузик отлично показывает или я на четверке бросил без свинца вообще приманку так 0 грузик по центру поставлю на 0 грузик чуть-чуть я приподниму его на твс конечно иногда немножко неудобен ну ладно фигня мелочи так на 0 0 уже перебирочки пошли улетел ближе чем на единицы давайте пробуем вложиться теперь опять же остается пока вам этого расскажу остается та же тема зачем дайве от 4 20 деления зачем есть положение там 10 20 15 зачем и зачем они нужны может быть для скиппинга конечно потому что скиппинг все-таки лучше на оси веке делать есть у меня такой мне но я ведь не специалист у них спросите вот эти лишние деления конечно не понимали если вы узнаем вы знаете объяснить у меня вот одна человек скиппинг господи я уже не уже надоело выматывать попробую на единички вложиться надеюсь шнур не порвется на забросе гости нашего города кричат так потом и за загрязь проедет включусь так напоминаю функция висит единичка на тормозе и бросаем небольшая перебирочка на старте было ну давайте попробуем посчитать конечно обороты слабину выберу слабину выбрал 2 3 4 5 6 7 8 9 70 170 оборотов это 63 все три зелен 10 16 не знаю вопросы есть вообще у кого-нибудь хоть у кого есть вопросы может ли это катушка кину далеко в общем езду на и у нас так и не прекращаются все катаются и катаются люди на погода замечательная обвинять их него и опять же иду на вашем поводу вот не 28 грамм вот она приманка 375 все та же самая вот на тормозах двоечка единичку ставить боюсь катушка все-таки не моя вот ночью попробуем сильно прямо тоже вкладываться не буду как вот я обычно бросал бы на рыбалке но летит и летит и летит и упала вообще какие могут быть вопрос раз два три 4 5 6 так что Для women revoke it. Короче, 130-135. Воротов, может, 140. Ну, там, где-то пока я выматывал эту петлю, там, по течению немного могло снести приманку еще разок. Просто, вообще, напряженный заброс, абсолютно не напряжный. Такие можно просто сотни делать на 5. То есть по глазам это заброс. может быть там где-то плюс-минус 5 ну как а вот такая и пространство такой температур воздуха сегодня очень высокая в общем вообще вопросов никаких нет самое главное что делает она это очень не напряжно и стабильно то есть на двойке вообще стабильно это по сути перри тормоз которым комфортно пользоваться на рыбалке не для достижения там каких-то супер результатов но как бы думаю что на все вопросы по комфорту и дальность и ответил сейчас волны закончатся запишу выводы и боя запишу выводы на чоком катушка комфортная достаточно эргономичная чуть-чуть высоковато не хотел бы чуть-чуть пониже но в принципе нормально хорошая рукоятка весит там 200 грамм шпуля хоть и мелкая но вместительная то есть тут 150 двойки сто процентов по месяц без вопросов катушка очень тядущая что как бы по тормозам зачем все положение если вам вот от двойки 432 это все положение которые вас могут интересовать в этой катушке то есть он никаких больше не нужно зачем тут ну один ладно хрен с ним там грузик или там даже реха кинуть может быть вот один два три четыре все четыре положения которые вам нужны забейте не нужны ну для нормального нормальной рыбалки вот расскажите мне кто знает чего нужны остальные положение чего сказать отличная катушка замечательная просто мне очень понравилось я собственно и не сомневался что мне она понравится вот какие другие дайвы пробовал и зелен тоже пробовал правда в другом размере так что все отлично катушка . бы не купить дайву можно только если вы фанат манах в принципе все а так замечательно еще тушка можно рекомендовать как по надежности этой катушки я не знаю что там ломается не ломается это все вы мне расскажите карушка не моя вот я бы что-то мог искать там после хотя бы сезона или двух эксплуатации ничего сказать тут не могу 63 передатка такая достаточно универсальная для джига я бы хотел побыстрее но это просто мои мои припасения тоже многие мои знакомые берут пониженной передачки в пятерке под джиг мне кажется это слишком мало мне хотелось бы чуть побыстрее а для всего остального 6.3 нормально вот так что если кто задумывался о покупке вот вот именно вот этого образца покупайте не пожалеете вот так